Конечно, можно взять и просто покрасить серый бетонный забор в какой-нибудь более яркий цвет. Однако легкий путь далеко не всегда бывает самым лучшим. Именно поэтому скучные минорные плиты решили превратить в элемент современного городского искусства. Работаем по наказам. Те наказы, которые мы получили от наших жителей, в частности здесь, в этом дворе, нас жители просили облагородить, немножко привести в такой более живописный вид ограждения. Художники поработали и я надеюсь, что жителям понравится, деткам, которые здесь гуляют на детской площадке, гуляют, играют, занимаются спортом. Это, по-моему, очень хорошо вписывается в ландшафт данной детской площадки. За эту непростую творческую задачу по поручению депутата взялся известный одинцовский художник Дмитрий Левочкин. Название композиции – счастье. Родилось, вероятно, из желания напомнить людям о том, что на дворе все-таки лето. Для каждого счастья оно свое. Здесь мы попытались вот эту энергетическую субстанцию изобразить. Сплеск эмоций детских, смайликов, социальных сетей и нарисованных людей, которые радуются от различных проявлений своей жизни и активности. То, как был исполнен депутатский наказ, жители одобрили. Но и новых вопросов своему депутату тоже подбросили. Было как в тюрьме. А теперь дети выходят, радуются, интересно, красиво. Но очень еще много у нас предстоит сделать. Нам вот лето кончается, еще даже не покрасили площадку. Подрезать кустарник, покрасить забор, все детские аттракционы. Ну и еще желательно, чтобы нам наш депутат, за которого мы все голосовали с удовольствием, Голубкова, нам очень нравится, очень внимательно, обходительно были все такие. Чтобы помог нам положить у 83-го дома лежачий полицейский. Потому что здесь очень интенсивное движение около дома, а у нас очень много малышей. В 2016 году Дмитрий Голубков получил от жителей района около 150 наказов. Наказы исполняются, люди видят реальные дела и идут к депутату с новыми просьбами. Прямая работа с избирателями, конечно, непроста, но по важности с ней мало что может сравниться. Только что пообщались с жителями и получили новые пожелания, новые наказы. Поэтому сейчас будем учитывать их при подготовке очередного блока работ. Соответственно, учтем эти пожелания. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова